Салам астерма, хурмит от Анастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир, прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хочу более детально объяснить, каким образом будет происходить кредитная амнистия. Я вчера озвучил, что ДВК объявляет, когда придет к власти правительство демократического выбора Казахстана, мы будем организовывать списание всех потребительских кредитов. Мы спишем кредиты на жилье до стоимости 30 миллионов тенге. Это так называемые ипотечные займы. И я хотел бы объявить детали, каким образом это происходить будет. Затем ответить на какие-то вопросы. Дело в том, что в сетях много прозвучало комментариев, что вот это нарушается принцип социальной справедливости, что кто-то брал кредит, кто-то не брал. Ответили вот на такого рода вопросы. И хочу объяснить, что амнистия кредитов – это не популизм, что на все есть четкие цифры, аргументы. И никто меня никогда не может обвинить в том, что я говорю просто так. Под каждое мое слово есть экономическое обоснование, четкие аргументы, четкие цифры. Если у кого-то есть сомнения, то, пожалуйста, не говорите просто, что это просто популизм, а приводите аргументы. Тогда вас услышат. Ну и вторая часть – это мы, безусловно, будем обсуждать план мероприятий по подготовке к митингу 6 июля. Я вчера просил, чтобы наши сторонники в тех или иных городах собрали информацию, какие мероприятия будут проводиться в вашем городе или населенном пункте. И вот, собственно, сегодня уже начала поступать информация, где будут проводиться эти мероприятия по многим городам. И сейчас, я думаю, админы начнут, когда мы будем обсуждать этот вопрос, будут сбрасывать примеры в виде таблиц, которые говорят о том, где будет проводиться мероприятие в том или ином городе. Итак, сначала важный вопрос. Мы сегодня уже выпустили плакаты о том, что ипотека до 30 миллионов в тенге, это если стоимость жилья, списывается по всем договорам, которые заключены до 6 июля. 6 июля – последний день. По потребительским кредитам то же самое. Дата – 6 июля. Мы хотим его сделать символичным. Именно, что называется, наш подарок этой власти, на султану Назарбаеву. 6 июля будет торжество этого главы мафиозной группы, называем именем себя именем «Президент». И мы 6 июля, чтобы память и народу осталось, заявляем, что это последняя дата, год 2018 год, когда будут приниматься во внимание именно эта дата списания всех потребительских займов, а также ипотечных до 30 миллионов в тенге, если это стоимость жилья где-то в этом порядке, в этом коридоре стоит. Именно 6 июля – это последний день, по ним можно иметь, представить до гора, и мы будем списывать эти займы. Каким образом будет списание? Как только правительство ДВК придет к власти, ясно, что будет временное правительство до прихода к власти именно партии «Демократические выборы Казахстана», мы озвучим свои программы, и одной из программ будет списание ипотечных и потребительских кредитов. И как только правительство ДВК формируется парламентом, то, что я сейчас озвучиваю, будет реализовано в течение короткого срока. Механизм будет очень простой. Правительство заключит договора с банками, будет работать специальные представители правительства с каждым банком, и все те договора, которые были заключены до 6 июля 2018 года, вот по этим договорам будут поступать суммы в банки. Банки будут на эту сумму списывать ипотечные займы, на сумму кредита до 30 миллионов тенге, стоимости квартиры, иначе говоря, и списывать будут все потребительские кредиты, абсолютно все, у любого клиента. То есть мы будем заключать договора, соответственно, банки будут получать деньги, кредит заемщика будет закрываться, ну, собственно, и таким образом мы механически эту проблему отрегулируем. То есть это будет какой-то период технический, я думаю, что в течение полугода, с момента прихода в область демократического выбора Казахстана, мы всю эту работу проведем от начала до конца. И, соответственно, пение, штрафы мы все спишем. Здесь мне ребята говорят, чтобы по аулам план. Вы, наверное, не присутствуете в нашем чате, судя по всему, вот иногда появляетесь. Мы информацию распространяем везде, там, где работает интернет, где работают социальные сети. Но я всегда озвучиваю, что наш электорат находится реально в городах, потому что именно города делают перемены. Обычно из аулов, если люди и приезжают, то приезжает мало. Им очень сложно добраться до городов, во-первых. Во-вторых, когда начнутся акции протеста, в этих городах нужно жить где-то, иметь деньги, чтобы прожить тот период, когда будут проводиться акции протеста. Как вы понимаете, десятки тысяч людей из аулов мы не можем привезти. У нас нет возможности оплачивать их приезд. Жители, наш электорат, точнее говоря, находятся в городах в основном. В городах живет больше 10 миллионов человек. И, как я ранее говорил, нам для того, чтобы добиться перемен, нужно иметь 1 миллион сторонников. Поэтому неужели мы из 10 миллионов человек, которые живут в городах, 10% не вовлечен. Всего 1 миллион человек. Да, мы будем работать по селам, но мы не будем специально ездить. Мы распространяем информацию через социальные сети. И наш основной костяк, который добьется перемен, еще раз, находится в городах. Ориентируйтесь на города. Легче агитировать, легче мобилизовываться, легче именно из городов людей вовлекать на площади, где будут происходить акции протеста. Мне здесь задают вопрос, как быть мелким потребительским кредитом. Еще раз повторяю, списываются все кредиты, мелкие, крупные, любые потребительские кредиты, абсолютно все. Вот мне задают вопрос, можно сейчас не платить потребительские кредиты. Ребята, мы же сейчас не возглавляем правительство. Мы сейчас озвучиваем нашу программу, когда ДВК придет к власти. В этом году мы придем к власти, создадим временное правительство. Соответственно, в течение полугода мы покроем, закроем все займы. Но имейте в виду, если вы сейчас не будете платить по этим потребительским кредитам, банк начнет вас преследовать, отбирать ваше имущество, еще что-нибудь. Поэтому наша программа ориентирована, когда ДВК приходит к власти. И именно поэтому мы обращаемся к нашим сторонникам и говорим, все те, кто хочет, чтобы их кредитные проблемы закрылись, приходите 6 июля в свои города и населенные пункты, присоединяйтесь к нашим акциям протеста, участвуйте в митингах и добивайтесь вместе с нами смены режима. Тогда все эти вопросы решатся, именно тогда. Здесь мне задают вопросы, типа, я, наверное, заберу свой БТА-банк обратно, кому какие банки достанутся? Я уже озвучивал, БТА-банк уже не имеет лицензии, это просто компания. Весь БТА-банк ушел в руки на султана Назарбаева. У него подставной собственный кенец Ракишев, поэтому БТА-банка уже не существует. Я бизнесом, когда буду работать в правительстве, не буду заниматься. Я буду заниматься только реформами, политическими и экономическими. Я из бизнеса полностью буду уходить и уже ушел сейчас. Что касается других банков, другие банки, в большей степени это относится к банкам на султана Назарбаева и его окружении. Они все будут конфискованы, национализированы в пользу государства. Везде будет введена именно временная администрация, представители государства там будут находиться. И постепенно, разобравшись, мы каждый банк будем на аукционе продавать на рынке. Деньги придут в бюджет страны. Эти деньги мы используем на развитие страны. Дороги, заводы, социальные проекты, увеличение пенсии. А банки, они будут частными, они будут работать на рынке, платить налоги. Нам больше ничего государству не должно быть нужно, потому что в ведущих странах мира, Америка, Европа, все банки частные. И их цель финансировать экономику, зарабатывать как имельская структура и платить налоги, формировать рабочие места. И нам от них, как государству, ничего не нужно. Пусть они работают на рынке. Итак, вы должны понимать, срок, когда эти договора принимаются, правительством демократического выбора Казахстана, 6 июля 2018 года. Новые ипотечные займы после 2018 года, 6 июля, они не принимаются. Все, что было до 6 июля, мы зачитываем, исписываем по потребительским кредитам и по ипотечным займам на имущество, на жилье до 30 миллионов тенге. У меня здесь пишут на красном языке, что не понимают, что значит до 30 миллионов тенге. Вот хочу объяснить. Вы приходите в банк, и у вас квартира стоимостью 30 миллионов тенге, до 30 миллионов тенге. Обычно банки требуют 30 или 50 процентов, в зависимости, когда это было, какой банк, внести собственные деньги. Допустим, 30 процентов вы внесли. Вы внесли 9 миллионов тенге, и 21 миллион тенге вам дал кредит банк, неважно какой, государственный или частный. Так вот, вы имеете квартиру на сумму 30 миллионов тенге, и на нем висит кредит банка, 21 миллион тенге, ну, проценты какие-то, может быть, что-то часть погасили. Так вот, эти 21 миллион тенге, если вы успели получить до 6 июля, мы полностью погасим, полностью, и у вас не будет кредита по отношению к банку. Это по ипотечным кредитам. Дело в том, что по потребительским кредитам средний кредит на одного человека где-то чуть более 500 тысяч тенге. Но заемщиков зато в стране почти 8,5 миллионов человек, почти вся страна в долгах. А по ипотеке цифры другие. Там суммы могут быть и 20 миллионов, 30 миллионов, это огромные суммы. Поэтому мы вводим ограничения. Мы ипотеку убрали люди богатые, которые в состоянии обслуживать свои кредиты. Мы ориентируемся, что стоимость жилья до 30 миллионов тенге, это средний класс, или даже кто-то еще ниже по классу стоит. Именно так мы хотим стабилизировать ситуацию. Дело в том, что люди попали в сложную ситуацию по вине правительства. По вине правительства произошла двукратная девальвация тенге. Люди потеряли работу, а их деньги обесценились. Это по вине правительства. Вот здесь будут люди говорить, я знаю, там появляются разные, вот а где социальная справедливость, кто-то брал кредиты, кто-то не брал, а как же мы и так далее. Дело в том, ребята. Назарбаев все время говорил, берите кредиты, берите кредиты. Когда спрашивали, а будет девальвация тенге, он говорил нет. Председатель Национального банка говорил нет. Все время врал, врал, врал. Говорил, что у нас экономика растет вверх, что мы 50 ведущих стран мира входим. Сейчас вот 30 стран мира. И таким образом он вводил заблуждение. Он вводил заблуждение как бизнес. Он вводил заблуждение населения, которые считают, что все хорошо, брали кредиты. Они верили, что никакой девальвации не будет. Цены на них высокие. Экономика хорошо развивается. Они не знали и не думали, что завтра могут потерять работу. И после того, как случилась девальвация национальной валюты, причем два раза, валютные кредиты стали неподъемной ношей. То есть кто обманул народ? Назарбаев и правительство. Также глава Центрального банка, Национального банка. Телембетов, кто там еще другой был. Поэтому мы должны восстановить социальную справедливость. Поэтому мы говорим, что ипотечные займы для тех людей, у которых фактически это единственное жилье на сумму до 30 миллионов тенге, стоимость квартиры, мы спишем полностью. Это будет плата государства за то, что такой жулик и вор, как Нусултан Назарбаев, стоял у власти вместе со своими министрами подхалимами. Что они обманывали народ, вводили заблуждение, и это ударило больно по народу. Больно семейной трагедии, смерти, люди вешались. Вы знаете все это очень хорошо. Поэтому мы говорим, что ипотечные займы до 30 миллионов тенге будут списаны. Вот в этом является социальная справедливость. То есть мы компенсируем обман народа со стороны государства, обман со стороны Нусултана Назарбаева и его окружения, которые морочили вам голову, говорили, что все хорошо, что работы будет много, идет рост экономики. И таким образом он вводил в заблуждение миллионы людей. Эти миллионы брали ипотеку, брали потребительские кредиты, считали, что завтра будет лучше, а стало хуже. Деньги обесценились. И поэтому мы списываем все потребительские кредиты, абсолютно все, более чем 8 миллионов граждан страны. Мы также списываем ипотечные займы. И в этом заключается справедливость, компенсация за ложь первого руководителя страны, компенсация со стороны государства. Теперь меня спрашивают, если не кредит 35 миллионов в деньг, а вот стоимость квартиры, это очень важный момент. Если стоимость квартиры была 35 миллионов в тенге, то обычно банк, ну минимум 30%, чаще всего 50% требует, чтобы выложили свои деньги. Значит, если 30% от 35 миллионов, 10 миллионов в тенге, вы должны были сделать первоначальный взнос. Значит, банк вносит 25 миллионов в тенге. Так вот, мы вам эти 25 миллионов спишем, минус 5 миллионов, потому что мы списываем стоимость квартиры до 30 миллионов в тенге. Если квартира стоила 35, вы внесли 10, значит, вам банк дал 25. Мы вам спишем 20, и у вас останется кредит 5 миллионов в тенге, который вы будете еще обслуживать. Но вам почти все спишем. Здесь мне говорят, что чиновник имеет по 40-50 квартир, и нужно списать единственное жилье. Ребята, имейте в виду, чиновники не покупают такие маленькие квартиры стоимостью до 30 миллионов в тенге. Они богатые, и мы еще и проверим их доходы, когда они придут. Где они работали, что они делали. Понимаете, да? Чиновники, они обычно и кредиты не берут. У них все ворованные деньги, они вставляют. Редко кто реально честно заработал деньги. Поэтому вы не перерывайте насчет чиновников. 40-50 квартир тоже не будет. Это будет только по одной квартире на человека. Многие брали, знаете, как ипотеку? Ипотеку брали потребительские кредиты, они мне все пишут, чтобы внести первоначальный взнос. Они приходили в банки, им ипотеку не дают. Они идут в другом банке где-то, берут потребительский кредит, делают первый взнос, и потом обслуживают и потребительский кредит, и сам ипотечный займ. Вот так обычно происходит. Поэтому, когда мы спишем все потребительские кредиты, это получается, что у него кредит у человека за то, что он первоначальный взнос взял в другом банке, как потребительский, будет списан. Ипотечная часть, если к стоимости квартиры до 30 миллионов денег, тоже остаток кредита будет списан. Поэтому облегчение наступит такое, тотальное. Не так, чтобы, что у кого 100 тысяч, они не получили кредиты. Нет, многие из них брали потребительские кредиты. Здесь спрашивают, почему до 6 июля? Мы должны были в любом случае зафиксировать дату. Сейчас, если мы не зафиксируем, то может так получиться, что будет наращивать сумма кредита, и этот процесс будет неуправляемый. Будет не та сумма, которую мы сейчас знаем, но, условно говоря, там полтора раза больше. Поэтому фиксируем, фиксируем и говорим, до 6 июля. Все равно нужно какую-то дату фиксировать. Я должен был фиксировать его вчера, например. Но мы просто ее символически ставим 6 июля, чтобы все запомнили, что мы такой праздник, но султан Назарбаеву и делаем, напоминаем, 6 июля, как он украл и продолжает красть миллиарды долларов у страны. Мы, вот здесь существует вопрос, если списывать, то списывать полностью кредит до смены власти. Ребята, мы должны добиться смены власти как можно быстрее. И когда мне говорят, народ увешан кредитами, это сейчас происходит. Сейчас народ увешан. Поэтому вы должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее добиться смены режима. Добиться в этом году. Не ждать еще там год-полтора и жить как бы обычной жизнью, считая, что вот, потом нам спишут кредиты, и все, жизнь улучшится. Нет. Мы должны сами добиться этого как можно быстрее. И тогда вот эти хвосты, которые есть, они все будут погашены. И ваша жизнь изменится сразу. Вы не будете ждать 20-30 и так далее. Мы должны делать сейчас, немедленно. Мы не можем объявлять программы на 30 лет вперед. При таком подходе власть 30 лет не поменяется. Мы должны знать, что вот сейчас мы считаем, видим экономику, зафиксировали, и мы видим, что мы сделаем. А если каждый, если продлится на год-полтора, тогда экономика может оказаться другая, у страны другие возможности может оказаться, может хуже оказаться. А наши обязательства как бы останутся. Это неправильно. Наши обязательства формируются сейчас, когда мы четко оговариваем сроки. Вот сроки я озвучил. Теперь я хочу объяснить по поводу того, а популизм, это не популизм. Сейчас, конечно, вылезет очень много этих нурботов, пропагандистов, которые будут говорить, что вот Аблязов популист. Я сейчас хочу озвучить ряд цифр, чтобы вы понимали, что все, что я озвучиваю, это очень реально. Это очень реально. Я сейчас погрузился в цифры, цифры публичные, вы можете меня проверить. Итак, ипотечных займов на конец года в этом году было 1.1 триллиона тенге. Это всех ипотечных займов. Сумма, как выяснилось, небольшая. Это порядка 3 миллиардов долларов. 3 миллиарда на всю страну по ипотечным займам. Но если мы говорим о рынке до 30 миллионов тенге стоимость квартир, а много ипотечных займов на большие суммы, на 10 миллионов, на 30, на 50 миллионов тенге, на 100 миллионов тенге. Знаете, тут богатые люди, они брали займы, но брали дорогие квартиры. Вот. Поэтому ясно, что средние квартиры до 100 квадратов обычно стоят до 30 миллионов тенге. И поэтому из этой суммы 1.1 триллиона тенге или 3 миллиард долларов, нам нужно будет погасить со стороны правительства не более чем на 2 миллиарда долларов всех займов. Это максимум. Это я говорю вообще суммы даже запасом. Вот. Ну и вы понимаете, что такое 2 миллиарда долларов. это небольшая сумма в масштабах деятельности страны. Озвучу цифры. Бюджет страны сейчас порядка 30 миллиардов долларов. В 2014 году бюджет страны был около 50 миллиардов долларов. То есть он упал почти в 2 раза после девальвации тенге. Так вот, я когда говорю, что мы в течение 2 лет, когда будет работа правительства ДВК, удвоим бюджет страны, то есть будет не 30, а 60, вы же понимаете, это очень реально. Если уж при коррупционном режиме Назарбаева бюджет страны доходил до 50 миллиардов долларов, то вы же понимаете, при народном правительстве ДВК, когда мы добьемся, что нефтяные доходы действительно будут поступать в бюджет страны, они разворовываются, когда доходы от других отраслей тоже будут поступать в бюджет страны, государственные национальные компании, они не будут красть деньги, а будут приносить каждый по нескольких миллиардов долларов доходов, вот как Казмунайгаз, который нам приносит стране огромные убытки, он должен каждый год давать несколько миллиардов долларов чистой прибыли, железная дорога должна просто минимум миллиард и больше давать прибыли, они все приносят нам убытки. Так вот, когда будет работать правительство ДВК, очевидно, что мы свободно, без проблем, в течение двух лет доведем бюджет страны до 60 миллиардов долларов, то есть у нас будет свободный 30 миллиардов долларов только от текущей деятельности, только от текущей деятельности, поэтому в рамках этих лишних 30 миллиардов долларов, 2 миллиарда на ипотеку, это вообще не сумма. И я вам абсолютно реальные вещи говорю, что вот только по этому году излишки бюджета, незапланированные доходы составят свыше 10 миллиардов долларов. Здесь меня опять говорят, что вот надо кредиты, чтобы люди и после 6 июля и так далее. Мы хотим власть сменить в этом году. И после того, как я сказал, озвучил дату 6 июля, скажем, кредит, чтобы взять, как минимум, нужно банке потратить несколько месяцев, несколько месяцев, даже до полугода. Оценка имущества, кредитный комитет, это очень длинная процедура. Поэтому все те, кто до 6 июля успел оформить договора, мы им погасим. Это стимул для того, чтобы мы торопились и быстро меняли власть. Вот меня сейчас задают вопрос, я только начал объяснять, за счет каких средств будут гасить эти кредиты. Я говорил, что наш бюджет страны сразу удвоится. Я объяснял, когда озвучивал работу нефтегазовых предприятий и горнодобывающей отрасли, что нам достаточно добиться, чтобы нефтяники зарабатывали средненько. В мире они зарабатывают свыше 10 тысяч долларов в месяц. Если мы добиваемся, чтобы эти предприятия платили своим работникам минимум 1500 долларов, а реально до 3000 долларов, то есть миллион тенге, с них подоходный налог будет с миллиона тенге 10%, 100 тысяч тенге. Сейчас нефтяники получают 100-150 тысяч тенге в среднем. С них 10% это значит 10-15 тысяч. Так вот, если мы зарплату добиваемся до миллиона тенге, объем доходов подоходного налога, который в бюджет поступает от работы нефтегазовых предприятий, увеличивается 10 раз. Это касается в том числе предприятий горнодобывающей отрасли, их смежников. Я сейчас просто не хочу повторять, я эту тему много раз озвучивал и объяснял, как формируется дополнительный доход в бюджете страны. Поэтому источников много, формирование доходной части бюджета, это национальные компании, это рост деятельности всего сектора за счет того, что экспортные предприятия работники будут получать в несколько раз больше, где-то в 10 раз, эти деньги вхлынут в экономику, пойдут малый и средний бизнес, на них будут поставляться этим людям оказываться услуги, строятся квартиры, продаваться машины и так далее. То есть у нас бюджет страны резко увеличится, резко. То есть денег будет много в бюджете страны. Это первая часть. Вторая часть. Я уже озвучивал, что например, только у Тимура Кулебаева официальное состояние оценивается около 7 миллиардов долларов. Это человек, который никогда в бизнесе не работал, всегда занимал государственные должности, присвоил Халлокбанк, присвоил Коском, туда государство влило 8 миллиардов долларов, присвоил очень много имущества стране стоимостью несколько десятков миллиардов долларов. Это все будет конфисковано в пользу государства. Я приводил пример в одном из своих прямых эфиров, например, по группе компаний Комкор, которые ремонтируют железную дорогу, депо локомотивное, поставки электроэнергии и все прочее. Это гигантские активы, исчисляющие как минимум несколько миллиардов долларов. Все это было украдено у страны под видом приватизации за сумму около 50 миллионов долларов. И только этот актив приносит Кулебаеву несколько сот миллионов долларов в год. Мы это конфискуем. И таким образом конфискуем мы собственность Нурсултана Назарбаева и его близкого окружения, тех, кто наворовали. Мы конфискуем собственность Умашкевича, который является подставным собственником, партнером Назарбаева. Мы конфискуем Казахмыс, который Назарбаев присвоил. Мы конфискуем Казцинк, цинковое предприятие. Это список я озвучивал. Это десятки миллиардов долларов. Поэтому закрыть проблему по ипотеке и потребительству кредитования это вообще не проблема. Помимо того, что у нас бюджет страны за два года удвоится по размеру. Минимум на 30 миллиардов прирастет долларов. У нас еще будут гигантские активы, которые сейчас приносят деньги Назарбаеву. Мы их вернем снова когда задают вопрос говорит наша нефтянка раздута по штату смогут ли они усилить 3000 долларов. Еще раз в мире нефтегазовые компании своим работникам платят в среднем свыше 10 тысяч долларов. У них тоже есть подряд организации строительные энергетические разные там дороги строят здания строят и в Америке нет такого чтобы кто-то получал меньше 3000 долларов на таких работ там водитель начинает зарплату получать от 3000 долларов минимум там чернорабочий который с улицы пришел зарабатывает свыше 3000 долларов вы понимаете да и все что говорят раздут и так далее это все ерунда там искусственные строительные объемы делаются и деньги воруются и имейте ввиду даже при этих обстоятельствах себестоимость добычи нашей нефти меньше чем у американских компаний меньше чем у норвежцев и других у нас себестоимость нефти очень низкая а продаем мы по мировым ценам поэтому та зарплата которую я говорю она занижена как минимум в три раза даже при том всем что если ее поднять до 3000 долларов она занижена в несколько раз и потом когда вы задаете мне вопрос а где взять деньги вы себе задайте вопрос ну как вот Кулебаев за один год в прошлом году разбогател больше чем на 2 миллиарда долларов откуда деньги вы посмотрите на окружение Назарбаева на членов его семьи на его брата Булат Назарбаева они все миллиардеры откуда это это же в нашей стране все имущество значит логика поговорит что просто деньги есть внутри страны просто они уходят в чужие карманы а мы их просто заведем бюджет страны и у нас будет тогда возможность оплачивать все проблемы социальные и связанные с кредитами ипотечными или с потребительскими потом каждый год на султан Назарбаев запихивает банки свыше 10 миллиардов долларов вот задайте себе вопрос откуда он берет как можно один коском залить 8 миллиардов долларов а потом за 2 тенге продать Кулебаеву откуда эти деньги задайте себе вопрос и вы получите ответ эти деньги были внутри страны они находились в бюджете страны в национальном фонде и каждый год эти деньги воруются я говорю притом только о банковском секторе не менее 10 миллиардов долларов а на все эти цели требуется меньше денег давайте я сейчас вам озвучу какие суммы на ипотечные займы на потребительское кредитование я вам сейчас скажу сумму вы поймете что это вообще ерунда эта проблема легко решается в масштабах нашего государства как я говорил по ипотечным займам сумма кредитов 1.1 триллиона тенге это 3 миллиарда долларов что такое 3 миллиарда долларов из которых мы около двух должны всего списать когда только в банковский сектор каждый год на султан Назарбаев сливает по 10 миллиардов долларов вот они деньги это первая часть теперь чтобы вы знали точно цифры это я все публикую это открытые данные можно гугл зайти забить слово размер ипотечных кредитов и вы в казахстане и вы сразу получите статьи объем потребительских кредитов слово забейте в казахстане и вы сразу получите цифры которые позволят вам проверить то что я сказал так это или нет так вот потребительских кредитов в стране на сумму 2.9 триллиона тенге это если перевести в доллары 8 с половиной миллиардов долларов а вы не забывайте что только свои банковские займы Назарбаев запихивает они даже безвозмездно списываются даже не займ каждый год по 10 миллиардов долларов каждый год и что такое в этом смысле сумма потребительских кредитов плюс ипотечные чуть более 10 миллиардов долларов то есть одним ударом правительство заливает деньги по этим проектам сразу все списывает и имейте ввиду банки сразу заплатят с этих сумм которые мы считаем пришли от своих доходов 20 процентов налога на прибыль там будут еще другие налоги НДС там все прочее поэтому вы имейте ввиду что от влитых денег 20 процентов фактически как минимум 20 сразу вернуться в виде налогов бюджет страны здесь меня спрашивает почему проблемы одних решает за счет общего бюджета вы задайте вопрос себе почему но сутан Назарбаев грабит всю страну богатеет он один с моим узким окружением одним словом богатеет за всю страну и людям ничего не достается это я вам симметричный вопрос задаю почему когда мы деньги перераспределяем людям вы говорите как это за счет общего бюджета решаются проблемы других это социальная справедливость потому что люди были обмануты Назарбаевым он их обманул сказал что все будет хорошо берите кредиты вы можете зайти забить гугл и увидеть цитаты Назарбаева он говорил берите займы берите все будет хорошо и мы эту социальную справедливость вот именно именно в этой части частично закрываем и решаем этот вопрос я вчера озвучивал что средств в стране много и будет разных программ много не только мы говорим об ипотечном и потребительском кредитовании мы говорим о разных программах мы говорим о том что будет увеличен размер пенсии это за счет общего котлажа решается мы говорим что будет увеличен размер заработной платы у врачей учителей будут выплачиваться большие пособия инвалидам у нас там будет очень много программ и они все будут решаться за счет общего котла также мы будем развивать жилищные строительства поставки 5 годовых также будут подняты зарплаты для полицейских и военных тоже за счет общего котла эти деньги все перераспределятся между нашими гражданами не забывайте что будут подняты зарплаты учителям будут выплачиваться стипендии вам или вашим детям внукам стипендии мы будем платить те которые заявлены 50 тысяч деньги студентам также будет выплачиваться субсидии для того чтобы студенты могли арендовать и оплачивать жилье то есть не будет так что это только вот кредиты ипотечные или потребительские эти деньги разные которые у нас будут а их много перераспределяться по всем направлениям социальной жизни населения то есть так или иначе все получат свою часть и компенсирует тот обман со стороны Насултана Назарбаева который он за весь период правления за все время нахождения у власти поэтому мы таким образом будем восстанавливать справедливость и как я говорил мы конфискуем активы его самого его близких родственников это будет десятки миллиардов долларов они тоже будут вливаться в экономику они будут тратиться на наших граждан поэтому вы не воспринимаете так вот только мы ипотечные потребительские решаем и все на этом справедливо заканчивается все ресурсы которые поступят в бюджет страны они шаг за шагом будут переспределяться между всеми гражданами пособия для матерей одиночек пособия вообще просто детские будут увеличены все деньги пойдут к народу все абсолютно здесь мне все время спрашивают платное бесплатное образование я говорю что в качестве ориентира мы берем развитые европейские страны у которых образование бесплатное в том числе для иностранцев это Германия Франция Италия Греция Финляндия Швеция Норвегия Чехия и я могу долго перечислять эти страны запомните вы каждый раз возвращаетесь и говорите платное это вот плохо и так далее вас этот режим так обманул так зомбирует что вы просто не в состоянии даже заглянуть в гугл и прочитать что ведущих европейских странах образование бесплатное загляните в гугл и вы убедитесь в этом хватит себя обманывать говорить что вот если бесплатно то плохое в Европе бесплатное образование и оно хорошее вы получаете максимум 100 тысяч тенге и за все платите и говорите вот мы готовы еще платить а я вам говорю что в мире в Европе бесплатное образование и еще у них высокие доходы и это позволяет им жить очень качественно и мы тоже можем это сделать совсем недавно в Казахстане было бесплатное образование у нас всегда было бесплатное образование это при Назарбаеве последние 10-15 лет шаг за шагом он сделал платное образование потому что он присвоил учебные заведения страны и хочет на этом еще руки греть значит имейте ввиду что мы в течение 4 лет когда будет работать правительство ДВК добьемся падения ставок мы создадим избыточную денежную массу за счет того что экспортеры будет правильно платить налоги что люди будут получать больше заработных плат и есть известные правила на рынке когда товара много формируется его избыток сразу цены падают это вы знаете по хлебу по недвижимости когда предложение больше чем спрос сразу цен начинает падать так вот при ДВК ставки мы добьемся в течение 4 лет чтобы они не превышали 5 годовых и меня задает вопрос при ДВК будет по ипотеке отбирать квартиры да будут если вы не будете обслуживать займы но как вы его не будете обслуживать если ставка будет 5 годовых если вы будете 5 раз больше зарабатывать как минимум относительно того что сейчас зарабатываете вы знаете вон учителя сейчас получают в среднем около 100 тысяч тенге в среднем мы требуем чтобы учителя получали немедленно сейчас до 300 тысяч тенге то есть средняя зарплата увеличилась в 3 раза но при ДВК откройте социальную программу ДВК там заработная плата вырастет в течение 4 лет минимум 5 раз но как вы не будете обслуживать ипотеку если у вас зарплата будет по всем направлениям везде вырастет в том числе в частном секторе везде вырастет там даже больше вырастет поэтому ну что зачем вам все время халява мы выравниваем мы восстанавливаем справедливость мы гасим старые долги идем с чистого листа потом создаем условия чтобы банковские ставки были низкие мы создаем условия чтобы не было коррупции чтобы вы могли найти работу работы будет много у нас еще людей не будет хватать настолько много будет работы и вы говорите а если мы не будем гасить ипотеку тогда у вас банк отберет и все это законы рынка во всех во всех странах мира тут мне говорят что все побегут оформлять кредиты в банки дадим срок до 1 августа ребята это до 1 августа они во первых ничего не успеют получить во вторых банки прям так вот взяли и выдали вы знаете так не работает они спрашивают где ты работаешь что ты какой залог несешь какую авансовую сумму сможешь внести это длинная процедура и потом надо не кредиты бежать оформлять а надо всем объединяться чтобы мы выходили на акции протеста и в этом году добились смены режима улучшения будут не только связанные с тем что люди смогут погасить свои кредиты они будут получать несколько раз больше свою заработную плату и будут в состоянии погасить свои любые кредиты если они у них останутся любые потому что они будут больше зарабатывать и так я в принципе уже много раз объяснял что у нас в стране много денег в бюджете будет много денег мы конфискуем огромные активы Нурсултана Назарбаева мы не будем устраивать так как в 17 году когда у всех богатых забирали нет мы будем забирать активы узкого круга Нурсултана Назарбаева его родственник и его самого остальные могут работать если не нарушают закон пусть работает приносит пользу мы должны знать что бюджет страны сейчас около 30 миллиардов долларов поэтому если мы ушало сумеем все деньги собрать и влить их в бюджет 200 миллиардов этих денег хватит там просто ну не знаю на сколько лет как минимум на 10 лет добавлять просто бюджет страны и развивать программы мы же не будем их проедать мы будем вкладывать их в строительство новых объектов новых заводов новые рабочие места чтобы предприятия производили тот или иной товар чтобы мы не импортировали как можно больше производили внутри страны одежду мебель посуду строительные материалы страна должна производить сама мы считаем это же не бананы мы сами можем производить и вот тогда мы не будем импортировать тогда наша валюта будет твердой у нас будет много рабочих мест и эти миллионы которые сейчас не знают где найти работу они должны найти работу и постоянно получать устойчивый доход если мы деньги раздадим все эти одним ударом то их просто съедят а нам нужно построить очень много промышленных объектов где будет работа постоянная и люди могут получать заработную плату как в ведущих странах Европы вот что нам нужно делать когда я говорил что бюджет страны удвоится я не считал деньги Шала его родственник и так далее я говорил что деятельность предприятий улучшится и даже вот относительно того что мы получаем налоги вместо 30 миллиардов будем собирать суммарно разных доходов бюджет страны 60 а все что остальное кто мы конфискуем это сверх доходы которые мы положим в национальный фонд и парламент будет принимать выслушав выслушав мнение народа куда их тратить то есть бюджет страны текущий вот оперативный увеличится минимум в два раза минимум а все остальные доходы которые мы сформируем от приватизации конфискации активов Назарбаева и так далее они будут я их считаю отдельно как дополнительный ресурс ресурс у меня здесь спрашивают какие программы будут для самозанятых я вам рассказывал как только простая вещь доходы населения увеличиваются они начинают эти деньги тратить внутри страны кто мебель покупает кто себе квартиру кто машину покупает и чтобы их услуги исполнить развивается бизнес частный развивается кафе рестораны парикмахерские сразу потому что формируется спрос если ты сегодня получаешь 100 тысяч тенге а завтра миллион тенге что ты будешь делать ты будешь больше одежды покупать больше отдыхать больше куда-то будешь ходить тратить правильно значит чтобы твой запрос удовлетворили должен частный бизнес сильнее заработать сформировать новые рабочие места организовать новое производство значит увеличится бизнес и когда мне говорят что что делать самозанятые эти самозанятые сразу найдут себе работу кто будет поставлять одежду кто будет производить строительные материалы кто просто устроится на работу в эти компании потому что спрос будет больше в несколько раз минимум соответственно все люди которые не имеют работу самозанятые быстро найдут работу просто найдут очень быстро чтобы вы понимали у нас заработные платы минимум несколько раз увеличится если наша полиция сейчас получает 200 долларов а будет рядовой получать тысячу то есть вы понимаете в 5 раз увеличится 5 раз и раз в него 5 раз зарплата увеличится что он будет делать он будет стараться потратить на что-то мебель купить еще что-то какие-то услуги и сразу на рынке будет предложение компании резко будут набирать людей с рынка строителей чернорабочих во всем потом все это же что когда производится перевозится значит железная дорога будет больше перевозить значит железная дорога будет больше людей на работу брать кондукторов проводников ремонтной компании когда люди начинают больше зарабатывать они больше потребляют электроэнергии значит на электрических станциях будут нанимать больше людей которые будут производить больше энергии чтобы произвести больше энергии что нужно произвести больше угля значит угольные компании должны нанимать людей чтобы произвести больше угля этот уголь надо перевозить машинами и так далее значит будут водителей больше нанимать на рынке. Понимаете, это цепная реакция пойдет. Вы задаете мне вопрос, почему эти элементарные вещи делать нынешняя власть? Дело в том, что они не хотят поднимать заработную плату людям. Почему? Потому что это приведет к тому, что в нашей стране будет много среднего класса обеспеченных людей, богатых других людей, которые не зависят от власти. Если эта власть будет красть то эти независимые люди завтра сменят эту власть. Поэтому авторитарному режиму султану Назарбаеву нужны нищие люди, бедные, чтобы они были как рабы. И когда они им не платят высокую зарплату, а деньги ведь никуда не исчезают, они же продают его на экспорт, продукцию. Вот эти деньги, ваши деньги, они кладут себе в карман, они богатеют и основную часть этих денег вывозят за рубеж. Они вам не дают, оставляют у себя. Вот в чем логика. А мы молчим, мы терпим их 30 лет, они этим пользуются. Если бы они знали, что за это их накажут, посадят в тюрьму и все у них конфискуют, они бы так не делали. Сейчас они уверены в своей безнаказанности. Понимаете? Поэтому они это не делают, не делают реформы, им все равно. Вот здесь задают вопрос, а кто пять раз будет платить больше? Я вам привожу один пример. В нефтегазовой отрасли рабочие сейчас получают 100-150 тысяч тенге в среднем. Ну, есть там Мангстал, где-то получают 300-500 тысяч тенге, но в Хазварде получают 90-95 тысяч тенге в среднем. В Актобе тоже около 100 тысяч тенге. Поэтому я в среднем говорю 100-150 тысяч тенге, например, в нефтегазовой отрасли. Но сейчас цены высоки на нефть. Даже они были низкие, все равно Европа, Америка платили нефтяникам в среднем 10 тысяч долларов минимум в месяц. Почему наши не платят? Потому что они эти деньги присваивают, кладут в карман. Люди не могут за свои права бороться, потому что профсоюзы отсутствуют. Когда кто-то начинает сопротивляться, эта власть помогает собственнику, самому себе, собственник, ну, Султан Назарбаев и сажает людей в тюрьму. Поэтому, когда ДВК придет к власти, мы заставим эти предприятия, особенно те, которые мы национализируем, которые принадлежали Назарбаеву и его окружению, чтобы они платили рыночную стоимость за работу. Если Америка может платить и Европу больше 10 тысяч долларов, почему мы на этих предприятиях не должны требовать, чтобы они заплатили хотя бы 3 тысячи долларов? То есть это минимум в 5 раз больше, реально даже в 10 раз больше, чем сейчас. То есть эти заводы свою продукцию поставляют на экспорт. Деньги есть, просто они сейчас их себе в карман кладут. Вот откуда возьмутся деньги. А если эти деньги они будут платить этим работникам, соответственно, эти работники будут платить больше налогов в бюджет, сейчас они платят 10% со 100 тысяч тенге подоход налог. 10% 10 тысяч тенге. Завтра они будут получать миллион тенге, 10% 100 тысяч тенге. То есть бюджет страны увеличится именно доходы 10 раз относительно вот этих экспортных предприятий. Раз в бюджете страны будет денег много, что мы будем делать? Мы будем платить зарплату бюджетным работникам больше, учителям, врачам. Мы будем платить пенсии больше. Соответственно, вот таким образом увеличится зарплата у тех учителей, которые сейчас получают 100 тысяч тенге, а будет получать минимум 300-400 тысяч тенге. Вот так будет расти заработная плата по всем сегментам экономики. Вот здесь предлагают в ДВК, при ДВК в центре Астаны надо потом памятник поставить такой огромный Бэтмену. Мы его поставим. Этот Бэтмен будет наш народ, потому что этот режим, чтобы свалить, его не может свалить один человек, его может народ, когда он покажет свою силу, свое могущество, свои возможности. Вот этот Бэтмен будет олицетворять наш народ, народ Казахстана. Мы его обязательно поставим. Здесь, может быть, кто-то будет сомневаться, но я вам еще раз говорю, я это не выдумываю. Я вам рассказываю все, что есть, даже не в США, даже не в ведущих странах. Есть средние страны, у которых уровень жизни несколько раз выше, чем в Казахстане. И мы в качестве примера взяли Эстонию, которая так же, как мы, в 1991 году получила независимость, у которых доход на душу населения в 2,5 раза больше, чем в Казахстане. В 2,5. Не имеет нефти, газа, ничего. Мы взяли в качестве примера Польшу, Чехию, которые в 1989 году получили независимость от Советского Союза. И те зарплаты, о которых я говорю, есть в этих странах. Я даже не говорю о таких странах, как Германия и Франция. Нам нужно их долго еще догонять. А вот такие страны, как Польша и Чехия, мы можем быстро догнать. Это реальность. Это не фантазия, не Пушкин, как здесь кто-то написал. Это реальность. Просто мы уже отстаем от африканских стран и все еще говорим, что якобы мы скоро войдем в 30 разных стран. Ни дорог нет, ни нормальных жилья, ни горячей воды, ни холодной воды нет. Огромная часть населения не знает, как прожить. Миллионы людей не имеют работу. Это ситуация, как в отсталых странах Африки. И уже много стран Африки далеко вперед ушли относительно нас. За 30 лет мы откатились назад, чтобы вы понимали. И все, что говорит Назарбаев о том, что мы куда-то ушли вперед, это ложь. Поэтому кредитная амнистия это не популизм, это цифры. Я вам еще раз назову сумму. 2,9 триллиона тенге это все займы потребительские. 8,5 миллиардов долларов. Назарбаев спихнул, списал, украл за год только около 10 миллиардов долларов. За год. А кредиты потребительские имеют более 8 миллионов человек. Это почти вся страна. Как же так? Одна семья только на одной операции заработала сходу 8 миллиардов долларов, украв деньги в бюджете. А здесь 8,5 миллионов человек имеет кредиты 8,5 миллиардов. А вы, может быть, кто-то сомневается, что как это мы погасим? Да вот так вот, одним ударом. Денег много в стране. Просто он расхищает их. Вот представьте, прибавьте к 8,5 миллиардов долларов по потребительским кредитам. Порядка полутора миллиардов прибавьте, максимум два. По ипотечным займам, то есть приблизительно 10 миллиардов. Ну еще какие-то мы покроем, кредиты физическим лицам, максимум 12 миллиардов долларов. Это вся страна сразу избавится от кредитов. Вся. И можно с чистого листа начинать свою жизнь. Час справедливости мы восстановим. Мы дадим возможность людям вздохнуть, чтобы они не жили как рабы, не считали эти деньги, а чтобы сразу решили проблемы. Эти деньги придут в банки, сразу банки заплатят налоги, потому что они погасят кредиты, сформируется прибыль. Около 20% сразу поступит в бюджет страны. Мы не только эти деньги имеем, мы больше. Как я говорил, заработная плата практически у всех резко увеличится, и жизнь станет другая. Хватит нам мучиться. Поэтому, ребята, зовите своих друзей, родственников. Более 8 миллионов человек имеют потребительские кредиты. И также тоже большая цифра по ипотечным займам. Практически все избавятся от кредитов. Для того, чтобы это случилось, зовите всех на митинги 6 июля. Сообщайте родственникам, ваулы, города, районные центры. Сообщайте. Если мы в этом году свалим этот режим, ваша жизнь изменится немедленно. Здесь у меня задают вопросы, какие реформы будут налоговыми и таможенными направлениями для малого и среднего бизнеса. У нас реформы будут по всем направлениям. Не просто малый и средний, по всем. Потому что в парламент придут представители народа. Потому что именно народ будет избирать своих депутатов. Если депутаты не будут проводить законы, которые улучшают жизнь своих избирателей, то эти депутаты потеряют возможность представлять свой народ. Поэтому каждый из них он будет не куклой, как сейчас кукла Назарбаева, а реальным представителем народа. Поэтому у нас реформа будет во всех отраслях. Потому что будут там в парламенте ваши представители народные. Потому что именно народ будет контролировать власть. Не как сейчас политическая верхушка контролирует народ. Нет. Как во всем мире. И все изменится во всех отраслях. Во всех сферах жизни, включая налоговое таможенное законодательство для малого и среднего бизнеса, где угодно. Мне вот здесь говорят опять, вчера вы говорили, что до 30 миллионов тенге. Я и сегодня говорю, недвижимость стоимостью до 30 миллионов тенге, каждый раз посмотрите, это мои прямые эфиры, посмотрите. Вот кредиты оформлены на недвижимость до 30 миллионов тенге, все будут списаны. Все. не 30 миллионов тенге, а недвижимость до 30 миллионов тенге, купленная за эти деньги. Если вы возьмете кредит на машину до 6 июля, то да, он будет списан. Как вот потребительский кредит, если вы возьмете, он будет списан. Еще раз, всем сообщайте программу ДВК по ипотечным займам и по потребительским кредитам. Мы тщательно подготовились, цифры озвучили. Где брать деньги мы знаем. Я вам рассказал. Я еще буду постоянно каждый день рассказывать. Сегодня я проводил прямой эфир в Инстаграм, в Фейсбук, где все это тоже озвучил. Посмотрите все прямые эфиры, послушайте, и вы получите ответы на ваши вопросы. У нас для народа есть много программ, которые быстро изменят жизнь. Быстро, не через 30 лет. Буквально за несколько месяцев миллионы людей изменят свою жизнь. Она резко улучшится. Поэтому, ребята, давайте агитируйте, приводите людей 6 июля. Теперь давайте обсудим акцию 6 июля, сам митинг. Мы 6 июля будем требовать старый лозунг бесплатное образование, поднять зарплату учителей, воспитателей и преподавателей до 300 тысяч тенге. Мы будем требовать студентам стипендии 50 тысяч тенге в частных вузах, государственных, всем абсолютно. Мы будем требовать, чтобы иногородние студенты получили 30 тысяч тенге компенсацию. Мы будем требовать, чтобы полицейским подняли заработную плату. Программа для правоорганов опубликована, посмотрите, его распространяйте. И мы добавляем новые требования списать все потребительские кредиты на сумму около 2,9 триллиона тенге, около 8,5 миллиардов долларов. Также ипотечные кредиты на недвижимость до 30 миллионов тенге, на которые оформлен кредит. Вот это будет наше дополнительное требование. Лозунги, плакаты мы все сделаем уже завтра, послезавтра, все эти дни мы будем раскидывать плакаты наши требования. Поэтому давайте будем активными. И еще я вчера просил, чтобы вы в каждом своем населенном пункте в городе прислали нам программу. Где будет происходить 6 июля праздник, который организуют местные акиматы. Укажите места и программу за весь день. Мы должны согласовать время, скорее всего это будет вечер, потому что вечером потом они будут делать салюты. Мы должны проникнуть, прийти, как любые граждане на это мероприятие, потом будем поднимать свои плакаты, кричать свои лозунги. Мы должны прийти с микрофонами, с громкоговорителями и фактически на территории, которая не будет закрываться в этот раз, проведем свой митинг, используем то, что они нам приготовили места. Я поэтому прошу, обращаясь ко всем, прошу дать информацию по каждому городу. Тогда мы постараемся до конца недели уже определить место в каждом городе и время. Мы сделаем специальные плакаты, выпустим небольшую рекламу. Во всяком случае, не позже начала недели все будут уже знать, где должны находиться наши сторонники. По WhatsApp тоже мы будем распространять программу по списанию кредитов. Вы тоже подключаетесь. И поэтому давайте как можно быстрее дайте нам информацию по каждому городу. Если например у власти я к примеру говорю мероприятие назначено на вечер например в 19 часов или в 20 часов мы туда придем и там на площади наши активисты начнут сразу выходить со своими лозунгами. Теперь я хотел бы в этой связи обратиться ко всем нашим активистам. Нам нужны руководители ячеек. Сейчас эти ячееки должны быть центрами организаторами этих акций. Пока я разговариваю сегодня еще наши админы сбросят в чат название телеграм имени куда я прошу обращаться руководители ячеек или членов ячеек. Я буду переписываться будут еще несколько человек со штаба иметь доступ к этому чату. Это будут личные сообщения. То есть вы можете писать я там буду читать вам будут отвечать я или представители нашего штаба. Это будет личка. Никто не будет видеть. То есть мы индивидуально будем общаться с каждой ячейкой. Ячейки между собой не пересекаются, не знакомятся во избежание, чтобы провокаторы КНБ не получили информацию. Вы будете общаться только со мной или еще с несколькими человеками из штаба ДВК. То есть нам нужны руководители ячеек. Что будет делать руководитель ячеек и члены этих ячеек? Например, возьмем город Козларда. Допустим, это будет около акимата города. В 19 часов или 20 часов, как мы договоримся, именно эти ячейки туда подтянутся, там будут и наши сторонники, именно они развернут плакаты, именно они будут с микрофонами. и таким образом мы четко будем знать, что в каждом городе, в каждом месте у нас есть активисты, мы точно знаем, что они выйдут с такими-то плакатами, и все будет четко организовано. Понимаете, нам нужны активисты, организаторы, поэтому прошу руководителей ячеек выходить на тот аккаунт, который сейчас будет сброшен. Мы специальный пост сделаем, дадим аккаунт, пожалуйста, руководители ячеек и члены выходить и давайте вместе сотрудничать и работать. Времени осталось мало, мы разработаем плакаты, плакаты в основном готовы, нужно их нарисовать и с этими плакатами появиться на этих мероприятиях. Еще ребята из Алматы, активисты, вчера здесь выступала Бота Джебдамали, она обращалась с просьбой, чтобы поддержали ее брата. В Медеусском районе сейчас будет происходить суд, не сегодня, а завтра, админы, пожалуйста, дайте информацию, плакаты, просьба тех, кто живет в Алматы, поддержать Искандера Ерембетова, прийти в суд и поучаствовать, там специальное помещение будет выделено для тех, кто приходит, суд открытый, приходите, давайте мы покажем режим, что мы будем поддерживать людей и просто так никого не отдадим в обиду, никого. мы с вами должны согласовать одно единое время, мы не будем выходить утром, после обеда и так далее, мы выйдем в одно единое время по всей стране, например, там, 19 часов или 20 часов, мы согласуем ближайшие несколько дней, мы проведем мощные акции по всей стране, для этого нам нужны ячейки, чтобы они выходили на нас, с этими ячейками мы договоримся, чтобы были изготовлены плакаты, мы будем с ними на связи, с этими ячейками и проведем акцию очень организованно. На самом деле, ну тут говорят, что в Ахтаву никто не выходил, выходили везде, в каждом городе, подходили к этому месту, просто эти места были огорожены, заблокированы и все прочее, да, вот в Шимкенте, как ребята говорят, их было в 10 раз больше, чем в прошлый раз, но там это место было заблокировано полицией, и поэтому они в сквере все ходили, не подходили в это место, в этот раз все будет по-другому, потому что власти эти площади откроют, будет празднование, мы этим воспользуемся. Поэтому, ребята, смотрите, лозунги я сказал, какие мы будем выдвигать, добавляется ипотека и потребительские кредиты к лозунгам нашим, я обозначил и озвучил, что ячейки, руководить ячейки должны выходить тот чат, который мы дадим, он будет индивидуальный, только личико будет работать, вас другие ячейки не будут видеть, будут видеть только штаб, и мы должны согласовать время, но время мы согласуем, когда получим от вас, в каких местах будут проводить этот праздник местные Акиматы, поэтому я прошу дать информацию, и мы постараемся как можно быстрее выставить плакаты и рекламу сделать для каждого города. Таким образом, мы сегодня уже все обсудили, я аргументировал, объяснил, почему амнистия кредитов не популизма в цифрах и фактах, объяснил механизм списания ипотечных кредитов и потребительских кредитов, сказал, что ипотечных займов всего на сумму около 3 миллиардов долларов, 1,1 триллион тенге, порядка 8,5 миллиардов долларов всех потребительских кредитов, которые распределены между более чем 8 миллионов человек. Я озвучил просьбу, к которой я сам присоединяюсь. Завтра просьба сторонников, которые проживают в Алматы, помочь прийти в суд и поддержать Искандера Ерембетова. Сейчас вам админы сбросят аккаунт, куда можно руководителями ячеек, членов ячеек выйти и мы будем переписываться в личке. Организовывать ячейки, ребята, нам нужно быть организованными всеми, потому что вот сейчас последние акции показывают, что когда организаторов на месте вот нет прямо, то происходит сбой, когда давление власти идет. Сейчас мы с этими ячейками вступим в прямые контакты и будем четко договариваться, кто что делает. Тогда это будет все более организованно. А сегодня я свой эфир завершаю. Завтра мы снова продолжим в это же время. Слава вам до завтра.